Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос суровый, как отличить крест Христов от самовольного креста. Ну, тоже я догадываюсь, что имел в виду вопрошавший самовольный крест. Тут не то, что изображение, как там написан крест или вырезан из дерева, отлит из металла. Нет, речь, конечно, о кресте некоторых испытаний, о некоторых преодолении препятствий на пути к Богу, о пронесении своей любви через грехи окружающего мира, лежащего возле. И поэтому, правда, порой кажется, ну вот Господь вряд ли меня будет мучить вот прям так. Ну, зачем это ему нужно? Он же не садист какой-то. Может, я что-то не так делаю? Может, то, что вот какие-то мне страдания выпадают, это козни дьявольские? А с другой стороны, другой человек может, наоборот, задуматься, ой, нет, вот я наконец-то понял, осознал, что то, что я думаю, вот какие все несчастья, злосчастья, за что же мне это? Я понял, за что мне это? Я понял, что это приближает меня к Богу и так далее. Как здесь разобраться? Прежде всего, конечно, стартовая позиция, это слова спасители, евангельские, кто хочет со мной быть, пусть возьмет свой крест и за мной идет, сказал Господь своим ученикам и апостолам. В преддверии того, как он сам свой крест взял и пошел на Голгофу и за нас пострадал. Здесь мы видим, прежде всего, образец. Образец, потому что вот если мы будем как Христос, который пришел, крестные страдания, смерть претерпел, но победил смерть воскресением и вознесся на небеса и сидит одесной Бога и Отца в Царстве Небесном. То есть, если мы хотим тоже, пройдя через смерть, ее победить, воскреснуть и наследовать Царство Небесное, как Христос, то точно так же мы должны крест свой понести. Крест Христос взял не для развлечений, не потому что Царство Небесное, ой, надо там как-то крестом его открывать, а потому что Он нас любит. Это была некоторая жертва любви. Поэтому и мы, когда берем свой крест, мы должны соизмерять все с заповедью любви. Потому что Господь говорит «Возлюби Бога всем сердцем, всем помышлением твоим и возлюби ближнего, как самого себя» в Евангелии Теанна. И это Господь уточняет в этой заповеди весь закон и все пророки. И в принципе новозаветные заповеди Христа тоже заповедью людьми измеряются. Поэтому мы смотрим, если наш крест, если наши какие-то страдания, если наши испытания кому-то, окружающему человеку, дают возможность жить легче, не вводят его в еще больше грех, ну то есть приносят какую-то пользу, потому что Господь говорит «Познается древо по плодам», значит, это правда крест Христов. Тут для нас апостол Иаков дал, поскольку апостолы все-таки, когда пишут свои послания, они же не что-то новое изобретают. Они нам дают понять, как в Духе Святом, в Духе Истины, сошедшем на апостолов, как получать нам максимальную пользу из евангельского текста и как уберечь от некоторых крайностей неправильного толкования. Поэтому давайте откроем первую главу послания соборного Иакова и прочитаем, начиная с 12 стиха и немножко вперед. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Вот начнем с последних слов, что не обманывайтесь. На самом деле, человек, который задал этот вопрос, он, можно сказать, призыв апостола Иакова услышал, что вот очень опасно обмануться. Потому что либо по пути гордости, либо, наоборот, по пути потакания своим страстям можно пойти и мимо спасения пройти, несмотря на затраченные усилия. Прежде всего, надо понимать, Господь нам не посылает страданий и искушений. Господь нам посылает абсолютно свободный, чистый, совершенный путь к себе. Да, Он несправедливо взял паренью в страдания, ходя делал только добро. Нам же Он говорит «Нет, делай добро, возлюби ближнего, уклонись от всякого греха, и ты достигнешь того, что Небесного спокойно». Однако мы, совершая грех и даже еще не совершая грех, а лишь страстью к Нему сподвигаясь, мы уже отдаляемся от Бога. Мы вместо того, чтобы подниматься вверх, спускаемся вниз. И поэтому для того, чтобы все-таки вернуться к Богу, если мы этого хотим, на пути покаяния нам приходится груз своих грехов преодолевать и к Богу приближаться. Но при этом каждый шаг вверх куда тяжелее, чем съезжание вниз во грех. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, прежде всего, если нам кажется, что вот какой-то крест страданий у нас тяжелый, может, мы его самовольно взяли, действительно в этом есть крупица истины. Потому что набрав каких-то прегрешений на свою душу, на свой разум, не говоря уж на свои поступки, потому что когда грех из разума, из души в поступки, в деяния переходит, то мы уже знаем, что этот грех рождает смерть. Смерть, причем, что печально не смерть, просто физическое разлучение души и тела, а смерть вечную, горение в преисподней, где огонь не угасает, чернь не усыпает. Поэтому мы стараемся прежде всего для того, чтобы понять, не берем ли мы к тому кресту, который спаситель наш, еще дополнительной какую-то тяжесть, именно уклоняться от греха. Кстати, если мы максимально уклоняемся от греха, если мы действительно стараемся и в уме, и в душе греху не потакать и страстям своим не содействовать, то нас крест будет легче. Однако, тем не менее, некоторый крест, как жертва любви, все равно остается и все равно сохраняется. Поэтому соизмеряем, познается древо по плодам, соизмеряем, какая польза от этого есть. Если ты берешь, страдаешь, мучаешься, и ни для кого никакой пользы нету, ну, значит, скорее всего, крест неправильный какой-то. Тут можно сказать, а что если я, человек, тяжело болею, наоборот, все за мной ухаживают, может, даже инвалидность, паралич, как расслабленные евангельские. Ну, вот я страдаю, пользы же никакой никому нет, так надо, значит, пользу приносить. Если ты лежишь, болеешь, только озлобляешься, мучаешь людей, которые о тебе заботятся, унываешь на радость сатане и на плач ангела своему хранителю, то действительно пользы нет. Но мы вспоминаем тех святых людей, которые были скованы тяжелыми недугами. Преподобный Амвросий Оптинский, Блаженная Матрона Московская. Да, вот если посмотреть, технически они были в отягощении людям, технически их болезни мешало. Технически, казалось бы, если бы они не болели, если бы у них не было инвалидности, если бы не было, как Амвросий Оптинского, невозможности встать, там, может, если бы он служил службу, как бы он в храме пропадал, а не мог, а не мог, лежал и мучился. Как же, чтобы было бы больше пользы? Нет. Они это страдание обратили на пользу людям. И хотя вроде о них заботились, они дали окружающему миру куда больше заботы и любви через молитву. В том числе, дорогие братья и сестры, это нам полезно, когда мы смотрим на кого-то из наших близких, болеющих, и кажется, вот, ну где же, это что, им спасительный какой-то крест? Это мы идем, и нам кажется, в течение дня все у нас удалось. На самом деле, может, наш лежачий, болеющий или там старенькая бабушка, которая уже не может выйти из квартиры, наша за нас молится, и у нас как раз все дела как раз и складываются. А мы по гордости это себе, только своим стараниям приписываем. Поэтому в любом случае, любые свои испытания, любые страдания мы можем минимизировать, подводим итоги. Если уклонимся от страсти и от греха, и любой уже выпавший нам крест, мы можем пронести достойно, и он станет спасительным, а не погибельным, если он будет приносить пользу, и пользу делу, и пользу молитвой. Продолжение следует...